Сборка NEMO-мобиля на смартфоне или карманном компьютере Nokia N950. Сборка NEMO-мобиля доступна также для N9, для N900, это все нокиевские аппараты, для самсунговского аппарата Galaxy Nexus, для мини-компьютера PandaBoard. Ну и вообще портов много, но сама операционка, как я сейчас покажу, пребывает в таком состоянии абсолютно зачаточном, таком болваночном. То есть, грубо говоря, есть вот болванка, которая более или менее работает. Общая концепция интерфейса абсолютно повторяет концепцию мигахорматана, который и работал оригинально N950, и работает N9. Вот для сравнения могу показать. Вот это панель свернутых приложений, только если в MIG ее можно вот так вот увеличивать и уменьшать миниатюры страниц, то здесь это не получится. Только в таком размере. Ход плавный, но багов, конечно, очень много, и вообще на мой мобиле пока работает очень нестабильно. Ну, в остальном, вот установленные приложения, их можно передвигать, но функционала, ну, как и здесь, собственно, да, но здесь появляется функционал новой папки и ОК, грубо говоря, и тоже можно передвигать иконки. Двигаются они здесь тоже вполне нормально, но, как мы видим, папки создать функционал такого на моем мобиле нет. Ну, и, соответственно, здесь подписка. У меня просто не залогиненный аккаунт, поскольку я не смог это сделать на самом деле. Вот аккаунты, это аккаунт, вот я пытался что-то вставить, вот так вот все это выглядит. Вот кучу всего надо прописывать, честно говоря, я просто не понял, что от меня хотят. Как бы в миг хроматана сделано, реализовано, это очень просто. Тут есть соответствующая глава учетной записи, и вот, пожалуйста, добавить учетную запись, и можно добавлять. Здесь это все совсем не так. Далее. Ну, далее, на самом деле, особо рассказывать-то тоже нечего. Телефонный модуль вообще не работает, пока не поддерживается. Контакты выглядят вот так вот. Вот, можно... Не пробовал я по Bluetooth. Bluetooth вообще работает, но передавать по Bluetooth контакты еще не пробовал. Может и попробую. Вообще, с установкой провозились мы два вечера. Вот, собственно, человек, который устанавливал ее на мой мобиль, на N950. Напишу с его слов потом, наверное, отдельно о тех проблемах, которые у него возникли. Но на данный момент тоже, на самом деле, на мой мобиль установлено... Вот, если я сейчас выключу N950, потом в N950 он у меня не загрузится, потому что, как мне рассказал Миша, мы для того, чтобы установить загрузчик, нужно выкачать определенную часть файла и из оригинальной прошивки для N950. Немо мобиль пребывает в зачаточном состоянии и с одной стороны, а с другой стороны, ну, не знаю, какой-то задел есть. Вот еще для сравнения хотелось бы показать. Вот это галерея, соответственно, и мы можем запустить только слайд-шоу. В Мегахарматан, просто чтобы сравнить уровень проработки, да, мы открываем фотографию. Слайд-шоу, изменить, установить как аватар, причем под изменить, понимается, очень широкий спектр операций. Вот. Установить как фоновый рисунок, сохранить как, изменить метки. То есть, здесь только запустить слайд-шоу можно. Так что уровень проработки пока абсолютно-абсолютно зачаточный. Не знаю, возможно, по каким-то программерским соображениям Немо мобили лучше, более прогрессивней, чем Мегахарматан. Ну, Мегахарматан, к тому же, как бы Нокиевская сборка. Хоть и взломанная уже система защиты эгоиста, которую ругались на форумах очень многие программисты, которые не позволяют Мегахарматан быть полноценно открытой операционкой. Эта система защиты, она была сломана уже двумя разными способами. На Мемо мобили открытая операционка, тут ничего взламывать не надо, но вот находится в таком зачаточном состоянии. Непонятно, какие планы у самой Нокии на Мегахарматан, по-видимому, никаких. Но, тем не менее, отдавать вот эту готовую, в принципе, операционку с очень неплохой базой приложений. Их, наверное, не наверное, а наверняка не так много, как в гугле, в плей-маркете для андроида или в этом веб-сторе для Apple. Но интерфейс, на мой взгляд, уникальный. Приложений на самом деле предостаточно. Все, не только программисты, но и пользователи, которые сталкивались с этим интерфейсом, однозначно отзываются о нем как о очень дружественном, понятном, приятном, симпатичном. У Мегахарматан очень хороший тактильный контакт от клавиатуры, что на самом деле для сенсорной клавиатуры очень-очень важная вещь. Но вот я попробую набрать сейчас... Возможно, вы слышите такие пощелкивания клавиатуры и вообще набирать на этой клавиатуре очень удобно. В Nemo на самом деле клавиатура тоже неплохая. У нее нет такой приятной тактильной отдачи, как у... Ну, вот она. Русского языка, поддержки русского языка здесь, конечно, нет. Вот поворачивается она тоже достаточно туго. Тем не менее, вот в вертикальном режиме... ...вполне можно пользоваться этой клавиатурой. Вот, ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать о Nemo-мобиле. Пока, во всяком случае. Возможно, еще через какое-то время запишу обзор. И, возможно... Ну вот терминал, кстати. Так выглядит, пожалуй, единственная нормальная, полноценно работающая программа в Nemo-мобиле. Вот, если еще будут какие-то новости, мы, в принципе, с Мишей собираемся еще установить все-таки мультизагрузчик и полноценно поставить Nemo-мобиле. Может быть, кстати сказать, в ближайшее время появится порт для... Может порт, а может быть просто джоула сольет в сеть прошивку сайлфишось для N950, потому что эта прошивка существует. У самих джоуловцев сайлфишось на N950 работает. N950, в принципе, устройство, хоть и выпущенное Nokia, но выпущенное некоммерчески и специально для разработчиков, поэтому никаких даже, как мне кажется, формальных... То есть специально оно выпущено для того, чтобы разрабатывать программы, ну и, соответственно, устанавливать другие операционки. Ну, не знаю, всех нюансов не знаю, но очень хотелось бы увидеть реально существующую и как бы работающую неплохо прошивку сайлфишось для Nokia N950. Вот, так что, может быть, обзоры будут посвященные этому аппарату и операционным системам, которые на нем запускаются. Может быть, обзоры будут еще. Вообще, аппарат, на мой взгляд, я писал об этом несколько раз, аппарат, на мой взгляд, очень-очень коммерческий. Такой абсолютно полноценный карманный компьютер. С понтовой надписью. Единственная проблема, на мой взгляд, тут заключается в раскладке клавиатуры, потому что клавиша Ctrl явно должна находиться где-то здесь, поскольку нужно использовать клавиатурные комбинации Ctrl-стрелки при навигации по тексту. Но навигация по тексту, как ни странно, ни в Миге Хроматана, ни по тексту по словам, в смысле, клавосочетание Ctrl-стрелки, по словам, по строкам, ни в Миге Хроматан, ни тем более в Немо, такого функционала нету, хотя в прообразе N950 в коммерческом девайсе Nokia N900, которая работала на предшественнице Миге Хроматан, ММА-5, и работает, собственно. В ММА-5 такая навигация по словам при помощи клавосочетания Ctrl-стрелки, она присутствует, это дико удобно, и вообще, я считаю, что если уж говорить о QWERTY боковом слайдере, который, по сути, является, грубо говоря, карманным компьютером, то такой функционал навигации при наборе текста, будь то в сообщениях или вообще текста, он однозначно нужен. Ну или иначе, зачем нужна хардварная клавиатура в смартфоне, если не использовать клавиатурные комбинации? В принципе, в том же Миге Хроматан по тактильной отдаче и по приятности набора клавиатура абсолютно сравнима с хардварной клавиатурой. Проблема заключается единственная в том, что, соответственно, тут невозможно никакие клавиатурные комбинации. Вот. Поэтому клавиатурные комбинации на N950 надо вводить. На какой операционке он будет работать, по сути, не имеет никакого значения, поскольку главное, чтобы он работал, работал хорошо. Ну, естественно, эта операционка будет, во-первых, линуксовой, во-вторых, скорее всего, открытой. Ну, или, может быть, Nokia выпустит на Amiga Хроматан такую штуку, хотя уже надежды никакой нет. Но, на мой взгляд, очень коммерческая штука. Тем более, что по железу он совсем-совсем недорогой. При этом сделать корректно работающую на нём линуксовую сборку абсолютно реально. Ну, ладно. Я заговорился уже. Спасибо. До новых встреч.